всем привет вы на канале dos blog меня зовут катя меня зовут дима и мы были студентами трех европейских университетов мы их закончили и сейчас живем и работаем в германии и хотели с вами поговорить об образовании в европе и сегодня мы с вами поделимся нашим опытом расскажем как мы учились как у нас все это происходило и дадим вам несколько советов если вы собираетесь поступать в европу я думаю что вам будет очень полезно кое-что узнать такая инсайдерская информация и немножко нашей программе поступили мы на специальность логистика и управление цепями поставок то есть логистик and supply chain management на англоязычную программу изначально мы поступали в испанию но потом как оказалось наша программа включала обучение в трех университетах в трех разных странах первое было испания барселона потом второй семестр мы провели в риге в латвии и третий семестр был у нас в берлине в германии и четвертый семестр было написание диплома и мы могли выбрать любую страну вообще любую в общем со всего мира могли любую страну выбрать там писать свой диплом и работать с нашими преподавателями вот нашей темой так как наша учеба была в трех разных странах мы заметили колоссальную разницу между университетом в испании в барселоне между университетом в германии берлине и в латвии в риге наш первый семестр был в барселоне это было наш вообще первый опыт обучение за границей наш первый университет и мы естественно приехали супер подготовленный мы там зубрили точнее были готовы зубрить запоминать записывать все конспектики делать ну в общем все как у нас в украине откуда мы родом поэтому приехали супер подготовлены оказалось реальность оказалась совсем другая от ожиданий университет в барселоне назывался автономный университет барселона то есть автономный университет барселоны и первое что нам бросилось в глаза там это просто невероятно дружеское отношение профессоров и студентов то есть там профессор к тебе относится прежде всего как больше как даже к своему сотруднику чем к студенту он уважает твое время он уважает твое мнение ты можешь ему даже доказать что он не прав какими-то фактами аргументами он абсолютно с этим спокойно согласиться они принимают любые точки зрения и это было очень очень интересно очень интересный опыт сразу что нам кинулась в глаза то то что преподаватели не диктуют с листка все лекции происходили с презентацией то есть на каждой на каждой паре была презентация и преподаватель просто показывает там были видео и аудио и текст он просто да то есть интерактивно общается с студентами не просто читает слезка или просто рассказывает этот текст а еще это показывает это очень интересно и ты так лучше запоминаешь на самом деле кстати перебью тебя очень интересный факт в испании да вообще в нигде у нас не было пар как таковых вот именно пар в испании мы вообще приходили в университет утром и целый день у нас был один и тот же предмет то есть там только он мог делиться типа сначала лекция а потом какая-нибудь практика или какие-то задания или обсуждения вот такого плана и были просто перерывы это это больше похоже да просто целый день мы работали как бы с перерывами вот но это не было такое четкое разделение вот 40 минут сейчас там 45 минут час пара потом там у вас перерыв потом продолжение потом длинный перерыв потом обед и так дальше там в принципе мы даже обеденный перерыв по моему решали с преподавателем когда мы хотим сделать то есть да то есть все было супер flexible и что самое интересное ты мог или могла прийти с университет с ноутбуком не обязательно было записывать каждое слово преподавателя или преподавателя или переписывать слайды которые ты видишь вот это вообще не нужно было делать потому что сразу же после пары там буквально на следующий день преподаватель сбрасывал презентацию нам на электронную почту то есть тебе нужно было просто слушать ты мог прийти со своим ноутбуком спокойно конспектировать ноутбуки если ты хотел то есть ну не было кого-то такого строгого контроля что все сидели под линеечку и слушали преподавателя он вообще не обращал внимание на людей которые занимались грубо говоря своими делами то есть у нас не было такого что там люди просто спокойно там общались общались между собой во время того как профессор что-то рассказывает но было такое что люди приходили со своими ноутбуками и просто целую пару что-то клацали и то есть преподаватель не подходил не проверял записываешь ли ты конспект или что ты смотришь то есть абсолютно им все равно потому что в конце будет какая-то какой-то экзамен либо модуль и там ты уже покажешь что ты учил ты или нет кстати поправлю тебя презентации нам забрасывали не на почту а у нас была такая штука свой собственный кабинет и вообще эта система называлась campus virtual то есть это такой сайт для студентов университета у каждого есть свой личный кабинет и там ты можешь видеть свои пары да там была информация по учебе вот все вот в общем это было очень круто сделано и удобно что ты просто заходишь и видишься информацию по своей учебе да все нужно это мы были даже такая типа как лента новостей и там были объявления в общем это что-то что-то вроде социальной сети для университета пары барселоне проходили очень легко мы этого не ожидали не было каких-то сложных тем что-то такого что нужно было зазубривать преподаватели всегда объясняли даже элементарные вещи еще более каким-то элементарным путем то есть не было такого что да как вы этого не знаете там два плюс два четыре вы что этого не учили нет он он реально он или она напишет на доске 2 плюс 2 равно 4 он это объяснит почему это так не будет каких-то таких недомывающих вопросов или взглядов как часто бывает сожалению в нашей образовательной системе вы что этого не учили здесь такого нет если человек не знает он объяснит еще раз он будет это объяснять до тех пор пока ты не поймешь пары проходили у нас насколько я помню с 10 или с 11 утра до 2 максимум 3 то есть очень мало времени мы тратили на пары это было очень-очень необычно да потому что да и то есть все проходило супер легко мы не ожидали что будет вот так вот легко вообще испанцы очень легкие люди и оказались таковыми и их профессора было очень интересно и если у вас есть возможность поехать в испании учиться обязательно воспользуйтесь ней и так как забегают вперед мы еще учились в других странах и по сравнению с другими нашими семестрами испания просто было light версии вот был там было супер релакс было очень прикольно и было очень много времени на социальную жизнь в университете то есть студенты много общались между собой вот и было в общем было прикольно да и несмотря на всю легкость обучения пары и предметы были очень интересные и преподаватели очень классно объясняли материал очень интересно и очень завлекающе то есть нам было очень интересно учиться не только нам все и нашей группе поэтому университету барселоне мы ставим пятерку и так 2 семестр у нас проходил в риге вот начинался второй семестр кстати у нас февраля и длился по июнь обучение в риге в общем сложная тема потому что на самом деле разницы с украиной я думаю на россию это тоже очень похожие все постсоветские университеты будут такими же как рижский университет старая образовательная система добыла была информация новая можно сказать до современная но подачи информации и вообще вся вот система то есть если в барселоне нас никогда не проверяли пропуски то есть ты можешь ходить на пары можешь не ходить это твои твоя проблема вот это в риге постоянно отмечали пропуски да и вот это вот все вся вот эта штука было было не очень это прикольно после того как мы сбежали с украинского университета и попасть опять в эту систему поэтому честно скажу откровенно нам обучение в риге не понравилось да постоянно было ощущение что мы кому-то что-то должны что вот мы приходим в университет не потому что нам это нужно то есть точнее преподаватели вот как-то не знаю старались нам вязать в голову что вам вам это нужно вы должны приходить в восемь утра вы должны приходить за десять минут раньше вы не имеете права выйти там я не знаю пару раз в туалет во время пары то есть было вот такое вот ощущение что ты как будто запретов он тогда я не знаю в лагерях сидишь еще конечно сыграла роль то что мы приехали туда после барселоны и то есть это просто мы так поднялись в одну реальность и спустились в другую реальность вот и поэтому это тоже сыграло роль на нашем общее впечатление аришком университет и вот там такие преподаватели может подойти к тебе если ты сидишь с ноутбуком и проверить что ты там клацаешь и у нас очень часто практически всегда запрещали вообще приходить с ноутбуком просили их закрыть и спрятать и то есть постоянно такая вот дисциплина но в общем такая советская система образования к огромному сожалению и кстати интересный факт у нас наши одногруппники были с очень разных стран мира то есть у нас были ребята из коста-рики с венесуэлы с америки с индии да естественно с европы там у нас были испанцы были португальцы вот и много там еще других ребят было с разных стран и и они все были прямо в шоке для них это было так необычно что проверяют пропуски что то есть на барах ты не можешь делать то что ты хочешь как ну как в рамках конечно разумного ты не можешь делать все что хочешь но там именно в риге было именно дисциплина то есть ты не можешь делать какие-то левые вещи в целях дисциплины а не потому что это как-то нерационально да и все наши зарубежные друзья и одногруппники они все просто смеялись когда преподаватель там отмечал энки кто есть кого нет когда он говорил нельзя вообще разговаривать что была гробовая тишина когда преподаватели ходили закрывали всем ноутбуки то есть у нас это все воспринималось с юмором и ребята с других стран они просто смеялись и говорили типа какого хрена и вот в риге мы бы мы мы учились в рижском техническом университете и вот там к нам пришли снова все те же рефераты и все те же конспекты нам нужно было все записывать на экзамены на которых ты легко легко можешь списать с телефон да то есть вообще абсолютно такая же система как и в украине и в россии и других по советских странах и так что да никакого там к сожалению на данный момент европейского образования мы не увидели да третий семестр у нас был в берлине точнее был в городке который называется вильдау это примерно 30-40 километров от берлина университет назывался технический университет вильдау и этот университет просто нам снёс снес башку просто вообще полностью притом что это далеко не лучший университет в Германии да мы смотрели там на рейтинг вот там даже по моему в топ-10 не входит вот да и как только мы туда приехали и мы посмотрели на эти кампуса да это выглядело очень круто и очень стильно да они супер технологические супер удобные то есть если в барселоне университет был в принципе удобный в риге он был неудобный он был больше похоже как на казармы и наши докрупники всегда смеялись что вот завтра снова в тюрьму на 8 утра потому что действительно здание кампуса да выглядел очень очень по советскому да вот в берлине просто очень красивые красивые архитектуры здания были и невероятно удобные и с классным освещением с очень быстрым классным вай-фаем то есть вообще не на что жаловаться вот что касаемо именно учебы в берлине то это был точнее в германии скажем так то это был самый лучший вообще для нас опыт получения образования за границей нам больше всего понравилось в берлине да и очень интересно было то что у нас прямо первый день мы попадаем в университет заходим в кабинет а там у каждого студента стоит вот такой огромный компьютер сенсорным экраном и то есть ты можешь на там клацать некрасиво сказать клацать компьютер когда у тебя идет пара но в общем то ты можешь передавать информацию между компьютером преподавателя и твоим то есть выводить презентации выводить твой компьютер на экран если ты хоть что-то показает да там было очень много таких интерактивных вещей в процессе образования и был вот это было очень классно прямая я такого никогда не видела и до этого даже додуматься не могла что эта штука очень полезная и классная но и и так же очень было интересно и полезно то что в этом самом кампусе были кабинеты которые имитировали рабочее пространство то есть мы учили логистику значит у нас была конверная система то есть имитация склада как это все работает на у нас проходили уроки нам показывали когда это все автоматизировано как быстрее как лучше как оперативнее там доставлять грузы практически показывали да очень 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 интересно было очень полезно да если опять же сравнивать немецкий университет с рижским и барселонским то в барселоне да по поводу информации которые нам давали она была новая но она была больше такая теоретическая то есть просто задания были скажем так придуманы в риге в латвии задание то есть вся информация она была очень устаревшая ну прям супер устаревшая информация не совсем на подачи подачи данных и и те задания которые нам давали вот просто было видно что вот те тесты которые нам давали они уже проходились по 50 раз уже на 50 год был этот этому тесту и нам все равно его давали а вот в германии они постоянно на каждый семестр они придумывают новые задания и где самое главное они не придумывают а вся информация все практические задания они были взяты из реальной жизни то есть профессор в германии он до того как стал профессором он где-то работал он получал практический опыт и этот опыт он просто-напросто потом не то что рассказывал до своим студентам он эти задания которые он делал на работе он их давал студентам и что самое классное было в германии что на всех наших тестах нас были не тесты были проекты то есть профессора делили нашу группу в пять человек и давали к это каждой группе свой проект да то есть как я уже сказал этот проект был когда-то реальный когда-то его профессор делал он в принципе знает правильные ответы на что самое интересное что на этой да что я хотела сказать я хочу сказать что самое интересно что правильных отвечаю как таковых в принципе не было то есть тебе дают проект ты его делаешь и ты должен просто-напросто объяснить почему ты считаешь то вот этот вот это то как ты сделал это лучшее решение и потом профессор если он видит где лучше можно было что-то сделать эти вопросы объясняя что ну, это правильно, но вообще можно было сделать вот так. Но нет такого, что нет, вы сделали неправильно, вам нужно переделать. То есть у каждой группы, у каждого проекта были, ну, опять же, не было каких-то правильных ответов. То есть ты мог реально креативить и придумывать все, что хочешь в этом проекте. И если у тебя есть какое-то логическое обоснование того действия, которое ты предпринял в этом проекте, то все будет нормально. Тебе могут поставить пятерку. Даже если решение этого проекта кардинально отличается от того, как бы решил его профессор или как он этот проект решил, будучи работником какой-то компании. Да. И, кстати, я хочу похвастаться. У нас было три украинца в группе, и мы просто всех рвали. Ну, ладно, нескромно скажу. Ну, мы действительно практически на всех проектах мы были номер один, и у нас были лучшие оценки среди всех, и все наши одногруппники хотели с нами работать. Да, я думаю, что это прежде всего это эти достижения, они из-за того, что мы с таким сталкиваемся первый раз. Нам было очень интересно. У нас это было очень интересно. Это было вот просто, мы как на работу ходили, то есть вот реально были очень важные и интересные задания, и мы прям отдавались на сто процентов. Я думаю, что наши другие одногруппники, они это видели в своих странах, когда учились на бакалавраке, потому что мы делали магистратуру в Европе, и возможно для них это уже неинтересно, потому что они это уже четыре года учили, то есть они знают, как это работает в Европе, и может быть для них не было интереса. Но для нас это было суперинтересно. Мы вот прям полностью отдались, вот когда мы были в Берлине, мы полностью весь семестр, мы практически даже нигде не путешествовали, потому что мы были полностью в учебе, это было очень захватывающе, очень интересно. И были разные задания в разных софтах, в разных программах, там были программы по симуляции склада, и была самая интересная программа, это симуляция бизнеса, то есть у нас была команда из пяти человек, или из четырех, или по-моему из четырех на том проекте, ну неважно. В общем, у нас была группа, и нам дали виртуальную компанию, которая идет сейчас в минус по return of investments, то есть по возврату инвестиций. Да, то есть, ну просто компания делает минус, и нам, и там можно было предпринимать очень много действий для того, чтобы эту компанию вывести в плюс. И каждую неделю, у нас была неделя, мы могли работать как в университете, как так и дома, мы продумывали, какой следующий шаг предпринять из тех шагов, которые нам были доступны, то есть всей группой. Да, анализировали все данные, которые были. Абсолютно верно. И каждую неделю преподаватель обновлял эту программу для всех групп, то есть, да, мы сделали какие-то действия, другая группа сделала какие-то действия, и третья группа сделала какие-то действия, и через неделю мы приходим на эту же пару, преподаватель обновляет программу, и мы видим, какие результаты наши действия принесли для компании, то есть мы потом видим этот процент returns of investments, если он идет из минусов плюс, значит, мы что-то делаем правильно. И это, ну, это, в принципе, как игра, обучающая игра, она длилась, по-моему, весь семестр, если я не ошибаюсь. Пять недель или шесть недель. А, нет, наш меньше, чем семестр. Да, но вообще... Ну, она еще была подготовка к ней, пока нам подъяснили, как это все играть. Да, да, да. То есть было очень круто, и вот реально каждую неделю мы приходили и ждали, пока преподаватель обновит программу, чтобы посмотреть, кто впереди по рейтингу из всех групп, и все просто так вот смотрели на этот экран, когда он обновится, и всем было суперинтересно, кто же выиграет. В общем, невероятно круто было учиться. Да, и мы выиграли. И поговорим немножко о преподавателях, раз мы говорили о преподавателях в Испании и в Латвии. Немецкие преподаватели, они... Я даже не знаю, как подобрать слово, чтобы их описать. Они достаточно строгие. Да. Принципиально. Вот они прям строгие, прям в меру. И вот у нас были такие замечательные отношения с преподавателями, когда вот реально разделялась, да, как бы, скажем так, жизнь и учеба, то есть, да, как баланса работа и личная жизнь. Так же самое, то есть, например, мы могли очень круто ладить с преподавателем, там, улыбаться, он мог быть нашим почти лучшим другом, но он спокойно нам мог поставить двойку, если мы провалимся на проекте. И не мы на него не обидимся, и он на нас тоже не обидится. То есть, абсолютно классные рабочие взаимоотношения. И не было, не было никаких обид, не было никаких вопросов. Потому что вот немцы, я не знаю, они как-то умеют правильно оценивать, что у человека не остаются никаких вопросов. Они тебе поставят двойку, они тебе скажут, почему они тебе поставят двойку, у тебя не будет никаких вопросов. И преподаватель будет тебе объяснять, почему ты сделал плохо, там, без каких-то претензий, без каких-то слов. ты, не знаю, ты вот это вот не ходил две недели, ты ничего не делал, поэтому ты написал плохо. Нет, он просто тебе вот объяснит, где ошибки, и ты потом, не знаю, на следующей неделе придешь, передашь, и у тебя все будет нормально, если ты реально прислушиваешься к советам преподавателя. То есть, взаимоотношения студентов и преподавателей просто замечательные было. И нас практически ни разу не задержали на минуту позже, после того времени, когда мы должны были, когда пара должна была закончиться. То есть, это тоже все, что бросается в глаза, вот огромная разница, что так было и в Испании, и в Германии, что преподаватели реально уважают твое время, если пара должна закончиться в 2.00, она закончится либо раньше, либо в 2.00. Тебя на минуту, на две не задержат. Да, кстати, если уже сошла тема о расписаниях и вот этом всем, в Германии у нас пары начинались в 8 утра. В 8.00. И длились они очень долго, то есть, могли пары начаться в 8 утра и закончиться в 5 вечера. То есть, ну, скажем, полноценный рабочий день. Да. Полноценный. И, мало того, это только пары и плюс домашнее задание, которое, вернее, не домашнее задание, это проекты были, которые задавались, да, то есть, например, началась у нас учеба в сентябре, и в ноябре у нас мы должны задать проект. И то есть, нам его задают в сентябре, но все это время идут пары, и на каждой паре тоже какие-то задания. И плюс этот один проект, который еще плюс время занимает. И таких проектов было по каждому предмету, а всего предметов у нас было 5, я точно не помню. Вот. И, ну, мы постоянно были заняты. У нас в декабре был такой период, вот, ну, у них тоже, получается, семестр заканчивается в середине января. Заканчиваются все пары. Ну, и есть перерыв на каникулы, Крисмас. Вот. И в декабре у нас просто был такой завал, что мы 4 недели подряд, у нас не было выходных. Мы на выходных встречались постоянно с этногруппниками, делали проекты, что-то там переделали. Мы даже забыли, как выглядит Берлин. Мы вообще реально не выходили никуда. И, ну, вот, это было очень интенсивно, но в то же время это было суперинтересно. Да, можно сказать, что университет в Германии был самый сложный для нас, но в то же время самый полезный и самый интересный. Да, 100%. Сейчас мы бы хотели поговорить о тех умениях и скиллах, которые вам бы пригодились, если вы хотите учиться в Европе. Большинство из этих скиллов у нас не было до того, как мы поехали учиться в Европу. Мы все выучили на ходу, но если у вас есть время и желание, вы можете к этому подготовиться, и вам будет еще легче учиться в Европе. Первое – это английский язык. Сразу скажу, что не нужно париться, если вы стесняетесь там из-за вашего акцента. И, ну, это вообще не проблема, по крайней мере, в Испании, в Германии и в Риге, где мы учились, с этим вообще никаких проблем не было. У каждой национальности, которая была у нас в группе, был свой акцент. У некоторых был очень сильный такой жесткий акцент. И в этом не было вообще никакой проблемы. То есть даже у преподавателей, особенно у испанских преподавателей, был очень сильный испанский акцент. Прям иногда нужно было прислушиваться, чтобы понять, о чем мы говорили. И привыкнуть к нему. И привыкнуть, да. То есть там в Риге и Латвии тоже были некоторые приводились акцентом, но в большинстве случаев там прекрасно мы все понимали. Вот в Германии преподаватели, здесь вообще в Германии практически нет акцента. У них есть такой маленький акцент немецкий, но в основном они... Но он все равно понятный, потому что он ближе к английскому. Да, 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 абсолютно верно. И поэтому они такой напряженный. То есть, да, в чем суть? В том, что не парьтесь, если у вас есть какой-то акцент, или если вы не можете до конца класса сформировать мысль. Это все реально придет, как только вы окажетесь в реальной рабочей обстановке. Это все очень быстро придет, да. Но вам точно нужно будет знать английский на B2. Да, и вам нужно к нему подготовиться. И как школу для подготовки вашего английского к обучению, мы вам рекомендуем школу CoachMax. Это онлайн-школа, которая очень удобная, по-моему, классная схема обучения. По скайпу, через видео можно учиться с носителем языка, можно не с носителем в группах или индивидуально. В общем, ссылку мы оставим внизу. Можете пройти и записаться на курсы английского. Да. И, как правило, точнее, не как правило, а все европейские университеты потребуют от вас какой-то сертификат о знании английского, и он должен быть как минимум на английский уровень, должен быть как минимум на B2. Поэтому учите английский обязательно. Еще вам понадобится обязательно умение пользоваться PowerPoint, то есть умение делать презентации. Это прям очень важно, потому что обучение в Европе, оно включает постоянное создание презентаций. И поэтому вам нужно к этому подготовиться и изучить, как там все работает. Любой проект или домашнее задание, которое вы получите в Европе, вам нужно будет его защитить, то есть выйти посреди класса и рассказать про ваши достижения в этом проекте. И это должна быть презентация. То есть презентация — это всегда. То есть это реально нужно уметь работать в PowerPoint. Опять же, не парьтесь, там не нужны какие-то супер-классные скиллы в презентации с супер-классными анимациями. Но это тоже добавляет плюсики, если вы умеете. Да, то есть это будет приятно смотреть преподавателю, и, возможно, он захочет поставить вам большую оценку. Но в целом, если вы все сделаете по-простому и понятно, это тоже будет плюс. Поэтому, да, попробуйте разобраться в PowerPoint. Обязательно разберитесь с PowerPoint перед тем, как поступать в какой-то европейский вуз. Да. И я бы еще сказала, что нужно потренироваться, презентовать, потому что для нас лично это было шоком. Когда мы пришли на пары, и на второй день нам уже задали сделать презентацию и презентовать ее. И мы такие, что на английском языке перед всеми незнакомыми нам людьми презентацию? Мы никогда этого не делали. Мы там единственный раз в жизни, когда мы презентовали, это была наша защита от диплома в Украине. И мы такие, ааа. И это было, конечно, не очень хорошо первый раз. Но это умение пришло со временем. Поэтому, если, опять-таки, если вы уже вооружены такой информацией, и знаете, что вам нужно будет презентовать, лучше потренируйтесь дома, это вам точно не помешает. И мне кажется, это очень классный плюс университетов в Европе, что здесь заставляют презентовать, потому что по жизни это очень важно. К сожалению, у нас этому совсем не учат. И еще рекомендуем вам поближе познакомиться с XL. Он вам точно пригодится. Возможно, он не будет обязательным в каком-то из университетов, куда вы поступите, но вам лично он точно будет, точно пригодится. По крайней мере, мы пользовались им очень много. Когда мы поступили, мы не очень хорошо знали XL. Но вот, опять же, в процессе обучения мы его очень хорошо выучили. И это была просто такая палочка-выручалочка, особенно для тех проектов, где нужно было что-то просчитывать. И если, например, в Испании на нашем первом семестре мы, в принципе, вообще не пользовались XL. В Риге мы им тоже не пользовались. Но вот в Германии даже преподаватели XL пользовались и скидывали нам XL-файлы с формулами. Либо просто шаблонные файлы, где нам нужно было что-то заполнить. То есть, я думаю, что если вы хотите поступить именно в Германию, вам 100% нужно будет знать XL. Ну, и, конечно же, это зависит от специальностей, до которой вы поступаете. Но если вы не гуманитарий, я думаю, что вам пригодится XL. Да. И не только в учебе, в принципе, и в профессиональной жизни. Поэтому XL это очень полезно. И последнее, очень коротко, это умение работать в команде. Находить общий язык с другими людьми. С других национальностей. С другими национальностями. Это очень классный скилл, который добавляется в процессе обучения в Европе. Вы изучаете другие культуры и знаете особенности национальностей. Но еще очень классно уметь именно общаться с людьми и договариваться. Это очень важно. И если у вас уже есть это умение, вам очень повезло и вам будет намного проще. Да. Слушайте, идите на компромиссы и делайте все вместе. И тогда вам будет намного легче и интереснее. Если вы поступаете на похожую программу, как наша, то есть у вас будет обучение в разных странах или в городах, вы должны четко осознавать и понимать, что вам придется переезжать. А переезды это совсем непросто. Совсем-совсем непросто. Особенно, когда вы переезжаете со своей страны в другую страну и потом еще между странами. То есть это значит, что у вас не может быть много вещей. Потому что вы их не сможете перевезти. Вы не сможете купить себе какие-то долгосрочные вещи, типа, не знаю, блендера на кухню. То есть вы не сможете его перевозить постоянно. И вот мы столкнулись с проблемой. У нас прямо был стресс из-за этого. Потому что мы приехали в Испанию. Как бы, ну как мы привыкли и как мы себе это видели. Да, там набрали с собой кучу вещей. Там подушки у нас были, там какие-то кастрюли. И в итоге, когда мы столкнулись с тем, что мы уже там что-то нажили в Испании. И нам нужно переезжать в другую страну. А в 23 килограмма багаж это все не влазит. И вообще это все капец-капец. Это сложно психологически и физически. Вот, еще плюс, вам постоянно нужно будет искать новое жилье. Что вообще непросто, очень непросто. Ну, например, в нашем случае в Испании мы поехали и жили там в общежитии. Очень классное, кстати, общежитие было в Испанском университете. Мы платили за него 280 евро с человека. И мы, например, жили в одной комнате. Там были двухместные номера, были там трехместные. Ну, в общем, наверное, в каждом университете это все очень по-разному выглядит. Но в нашем университете было прямо очень классный такой комплекс. Там были бассейны, какие-то дискотеки постоянно, были кинотеатры. Вот, было очень классно. И в Испании мы не пожалели, что мы жили в общежитии. Но в Риге мы столкнулись с проблемой, что там нельзя, во-первых, селиться девочке с мальчиком вместе. Да, это было очень странно. И второе, условия были очень разные. То есть, во-первых, не все попадали в общежитие. То есть, нужно было как-то бронировать место заранее, вот такого рода вещи. И условия, да, там некоторые комнаты были классные, а некоторые комнаты были не очень хорошие. Там было новое общежитие, и были какие-то там не очень новые общежития. Я подробностей не знаю, но мы решили там не жить в общежитии и снять квартиру. Нам повезло в Риге, потому что через Airbnb нам удалось найти классный вариант. И мы сняли квартиру через Airbnb на один месяц, и потом просто продлили контракт с нашим хозяином на 5 месяцев. Вот. И очень важно искать квартиру со всем готовым. То есть, там должна быть и мебель, посуда, все удобства. Вот это важно, да. И в плане советов, которые мы можем вам дать, это мы уже столкнулись с тем, что очень тяжело и очень важно найти квартиру на расстоянии, да. То есть, вам нужно забронировать ее там за месяц, за два, до того, как вы приедете. Потому что потом в таких городах, как, например, Берлин или Барселона, квартиры расхватывают просто с невероятной скоростью. Поэтому бронировать нужно заранее. И есть специальные сервисы созданы, которые позволяют безопасно бронировать такое жилье. Потому что мошенников очень много. Во всех странах. Во всех странах. И на этом наживаются. Например, в Риге мы, пока мы искали квартиру, мы наткнулись на пару мошенников, которые предлагали квартиры там по супер дешевой цене. Просто приезжаете, все, типа, заплатите сейчас 500 евро и приедете, и все, будет вам. Таких ситуаций много. Поэтому мы вам рекомендуем первым делом, это сервис называется Spotahome. Второй, который сервис есть, это Airbnb. Airbnb, но там относительно дорого. То есть на долгосрочную перспективу не очень хороший вариант. Также вы можете в интернете найти кучу других сервисов похожего типа. То есть в чем плюс таких сервисов? Это то, что вы находите квартиру. Этот сервис гарантирует, что эта квартира реальная. Что если вы туда заселились, и вам не понравится, вам вернутся деньги. Когда вы платите первый взнос, ну то есть при бронировке, да, то этот сервис хранит деньги у себя. То есть не перечисляет их сразу арендодателю. Они их хранят у себя, как только вы заезжаете и соглашаетесь на те условия, которые вам дали, они уже списывают деньги. Как правило, такие сервисы, естественно, занимаются своей услуги в плату, но они реально являются надежными посредниками между вами и арендателем. И это единственный способ просто без гемора, без нервов снять квартиру в другой стране, не находясь в той стране сейчас. Потому что, как правило, мошенники и так и находят своих жертв. То есть если мы сейчас в Германии хотим поехать в Испанию, мы не можем физически подойти на локацию, где находится квартира, посмотреть ее. То есть, как правило, люди просят деньги наперед, и так, в принципе, на деньги люди и попадают, к сожалению. То есть мы реально рекомендуем пользоваться такими посредниками, как Spotahome, Airbnb, есть еще куча других, каких-то локальных в своей стране сервисов, которые взимают плату за свои услуги, но они реально являются гарантом. Реально рекомендуем. Ссылки вы можете найти внизу, в описании видео. Да. Вот, я думаю, там много чего полезного будет, так что вы загляните. Визы – это такая самая проблемная часть поступления за границу, особенно странам, которые не являются шинген-зоной. Как правило, вы сначала должны получить визу в стране, где вы проживаете, то есть откуда вы родом. Потом вы едете в страну, где вы будете обучаться, и там вы меняете свою визу на кратковременную студенческую резиденцию. Потом, в зависимости от того, если следующий семестр проходит в той же стране, где вы получили резиденцию, вы ее просто продлеваете. Если последующее обучение будет в другой стране, вы меняете эту резиденцию на резиденцию другой страны. То есть, если это запутанно, я сейчас пробую объяснить на нашем примере. То есть, мы с Украиной, мы сначала получили испанскую резиденцию, потому что наш первый семестр был в Испании. Точнее, мы получили сначала испанскую визу в Украине, потом мы поехали в Испанию, получили испанскую резиденцию, которая базируется на этой визе. Следующий семестр у нас был в Риге, в Латвии. Мы поехали в Ригу, получили резиденцию в Латвии, студенческую резиденцию в Латвии. Третий семестр у нас был в Германии. Мы поехали в Германию и поменяли эту резиденцию с Латвии на резиденцию в Германии. То есть, вот так это все происходит. Как правило, по крайней мере, в нашем случае во всех трех университетах были люди, которые работают в университете, которые помогают с визами, куда вы можете обратиться за помощью и вам помогут. Как правило, в нашем случае эти люди обрешались к нам даже до того, как мы обрешались к ним. То есть, они сразу находят ваш контакт и говорят, здравствуйте, мы представители такого-то университета, мы знаем, что вы к нам поступили и помогают вам с визой. Да. Из подводных камней при получении этих виз, вернее, резиденции уже, вам нужно постоянно будет показывать финансовые гарантии. Если, например, в Испании с этим, ну, по моему мнению, просто, потому что, например, в нашем случае у нас получилось так, что нужно было показать большую сумму, там, вроде, 5000 евро или что-то такого в этом роде, мы просто сложились вместе с деньгами, закинули на одну карточку, показали эти деньги, сняли, закинули на другую карточку, показали эти деньги. Вот так это было. То, например, в Германии очень строго с этим, и здесь нужно открыть блокированный счет, который открывается либо в банке, либо в сервисе, который называется FinTibo. Да. Открывается блокированный счет, вам блокируют сумму, там, на один месяц, по-моему, 715 евро должно быть у вас на счету. То есть, там, вы остаетесь, например, в Германии на 5 месяцев, вот вам за 5 месяцев по 715 евро нужно положить сразу же на ваш счет, и только с вот этой гарантией вы можете открыть визу. Да, то есть сразу положить деньги на счет и сразу на свечу денег снять не получится. Вам, в этом случае, вам будет каждый месяц доступно к снятию 715 евро. Да. То есть вот так. И плюс вам нужно заплатить комиссию этому сервису. Ну, она относительно небольшая, там, с нашей суммой, там, получилось 80 евро. Да. То есть там не прям большие деньги, ну, все равно, когда вы студент, когда вы на всем экономите, это имеет значение. И последний пункт, немаловажный, сколько же стоит здесь находиться. То есть обучение может стоить вообще в разных пределах, да, есть там дешевое обучение, есть бесплатное, есть очень-очень платное. Да, вот, но на жилье, на жизнь здесь вам нужно приблизительно одна и та же сумма, да, нам всем. На базовые потребности, например, там, съем жилья, можете рассчитывать, что вам нужно где-то 500 евро на человека. В зависимости, конечно же, от страны, например, Польша, Чехия, это будет дешевле, там, Германия, Испания, это будут, там, средняя цена. И, там, страны, как Голландия, Швеция, там вообще очень дорого. Вот, но в среднем, вот, приблизительно 500 евро вам нужно на жилье. Это будет, как правило, комната. Да, смотрите, ну, базируясь на нашем опыте, опять же, в Барселоне за общежитие мы платили 280 евро с человека. В то же время, когда мы снимали квартиру в Барселоне вдвоем, мы платили 500 евро с человека, но это уже в самой Барселоне. В Риге мы платили что-то вроде 250 евро с человека, но нам сказали, что это достаточно дорого, можно было и дешевле даже снять. В Германии мы уже платили 400 евро с человека, но мы вдвоем жили в одной квартире. Если вы будете снимать комнату в Германии, то вам нужно где-то заплатить 500 евро. 400-500, да. 400-500 евро стоит комната в Германии, в Берлине, в частности. Не знаю, как в Мюрхене может быть дороже. Вот. Плюс вам нужно, естественно, на питание какие-то деньги. У нас в среднем в каждой стране, в принципе, у нас получалось 200 евро на человека на питание. Вот. Ну, опять-таки, зависит от того, как вы питаетесь, но это питание не включает, там, походы в кафе и обеды, там, где-нибудь в заведениях. Это чисто продукты дома, вы готовите себе еду, обеды. Вот. Ну, возможно, например, в Берлине можно найти дешевые обеды, да. Ну, да, это все очень индивидуально. Да, очень индивидуально. Но приблизительно вот в таких рамках. То есть, 700 евро вам нужно на проживание, куда вы находитесь. И еще вернемся быстренько к теме проживания. Я бы настоятельно рекомендовал, если вы хотите поступить один, то есть, без друга или без парня или девушки, то я бы рекомендовал, естественно, оставаться в общежитиях тех университетов, куда вы поступаете. Во-первых, это дешево. Во-вторых, это очень легко, потому что университет предлагает это для своих студентов. Вам просто нужно будет скинуть какие-то документы, деньги и все. То есть, это безопасно, это очень легко и без нервов. И, в-третьих, это очень весело и круто. Вы познакомитесь с многими разными людьми. И, как правило, все самые студенческие тусовки, они проходят именно в общежитиях. Мы жили в общежитии только в Барселоне. А в Латвии и в Германии мы уже снимали квартиру. Так как нас двое, и цена за целую квартиру напополам для нас была такой же, как и цена за общежитие. То есть, мы выбрали более комфортные условия проживания. На этом у нас все. Обязательно напишите комментарий, если у вас остались какие-то дополнительные вопросы. Потому что, возможно, мы забыли что-то рассказать очень важное. Пишите свои вопросы, комментируйте это видео. И мы также оставим в описании все очень полезные ссылки, которые вам пригодятся при поступлении или уже при учебе в Европе. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Всем пока.